Для них жить на вокзале спасение. Тут тепло, комфортно и главное спокойно. Беженцы из Украины разместились здесь уже несколько недель назад. Некоторых прямо отсюда с вокзала распределяют на новое место жительства в России. Освободившиеся места сразу же занимают новые вынужденные переселенцы. Теперь вместо артиллерийских залпов они слышат только взрывы воздушных шаров, которые могут лопнуть в руках от активных игр. Попадая сюда, дети быстро забывают об обстрелах, ведь их память хранит только хорошие воспоминания. Питание, какие-то необходимые продукты, которые мне нужны. Мы приобрели различные канцелярские товары, игрушки. Но сейчас уже, когда эта новость облетела весь город, к нам идут волонтеры, добрые люди, которые приносят игрушки и подарки, и пазлы, и какие-то сувениры для ребят, сладкие подарки. Это очень ценно для них и очень важно. Родители приходят, фотографируют и говорят, что мы будем отправлять в Украину вот эти снимки, говорить о том, что в России действительно принимают по-доброму и заботятся о тех, кто оказался в такой ситуации. Мы ищем профессию здесь, потому что там нет работы, не дают денег. И мы приехали сюда. Мы думаем теперь, куда ехать. Среди детей каждый занят своим делом. Кто-то смотрит мультики, кто-то собирает пазлы, кто-то рисует. Но пока их рисунки, несмотря на все, разнообразие цветов, в основном в серых тонах. Ну, здесь вот, значит, мост. И на нем там стоит дом. Тут забор, дерево. Здесь небольшой пруд, и тут тропинка, здесь песок и озеро. Как говорят организаторы, дети готовы принимать все, что им предлагают. Здесь были интерактивные игры, конкурсы, фотосессии. Совсем недавно прошел бал, в котором каждый мог почувствовать себя настоящим принцем или принцессой. И так день за днем, игра за игрой, они возвращаются в обычную, беззаботную детскую жизнь, которая скоро обязательно заиграет яркими красками. Самая большая проблема, на мой взгляд, это в том, что ребята все время находятся в обуви. Очень мало маленьких деток, 2-3-4 годика, которым просто необходимо хотя бы какое-то время побыть без обуви, бездушно. Это даже, в принципе, для здоровья вредно. И очень хотелось бы здесь организовать какую-то мягкую полянку, да, коврик, может, какой-то детский, достаточно теплый, высокий, чтобы ребята хоть полчаса могли походить без обуви, на этом коврике посидеть, поиграться. Мне кажется, это было бы очень здорово. Площадка работает каждый день с 10 утра до 6 вечера. Прийти и помочь может каждый. Причем не обязательно что-то с собой приносить, можно просто проявить свою любовь и заботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова